Заканчивая разговор об РЖБ, затронем тему цветовых пространств. Здесь, как и везде, где теория должна воплощаться в практику, появляется множество подробностей и особенностей. Но начнем сначала, а началом здесь будем считать модель XYZ, ту самую, которую описывает стандартного наблюдателя и его цветовосприятие. Вот пустое поле. На нем будут разворачиваться все действия. Его придумали в 1931 году, чтобы описать все цвета, которые видит обычный человек. Тогда же на этом же поле изобразили модель CE-RGB. Вот этот треугольник. Это же просто, как на цветовом круге. По периметру обозначены спектральные цвета, так нужно-то соединить три точки, соответствующие красному, зеленому и синему. Все, что окажется между этими цветами, это и есть цветовое пространство РЖБ. Но обозначить эти цвета мало, надо же еще их суметь воспроизвести. И здесь начинаются сложности. Такой треугольник реальными дисплеями воспроизвести не удавалось. Поэтому пришлось исходить из возможностей техники, а не красивых физических моделей. Из всех РЖБ пространств самым малоемким является СРЖБ. У меня для вас плохие новости. Это как раз то самое пространство, которое используется по умолчанию во всех мониторах и фотоаппаратах. У кого есть зеркалка, посмотрите в настройках. Там, если вы не меняли установки по умолчанию, скорее всего, стоит именно СРЖБ. Когда где-либо в компьютере указывается модель РЖБ, по умолчанию подразумевается цветовое пространство СРЖБ. При подготовке изображений для веб настоятельно рекомендуется использовать именно это цветовое пространство, чтобы не удивляться потом, почему ваш сайт так странно смотрится у клиента. Когда его создавали в 1996 году, то опирались на имевшиеся тогда мониторы и принтеры. Нужно было обеспечить сколько-нибудь похожую цветопередачу, чтобы одинаковые изображения отображались на разных устройствах одинаково, ну или хотя бы похоже. С тех пор технологии производства мониторов развивались, а ставшее уже стандартным цветовое пространство СРЖБ так и осталось. И теперь оно жмет всем, даже обычным пользователям. Профессионалы изначально не были довольны таким ограниченным пространством и, располагая техникой получше, чем бытовые мониторы, могли себе позволить лучшую цветопередачу. Для них Adobe разработало в 1998 году расширенное цветовое пространство Adobe RGB 98. Вы видите его на диаграмме в сравнении с СРЖБ. Существенно больше, около 40% прироста, но все равно это лишь половина пространства видимого цвета. Здесь, правда, есть обратная сторона. Для описания цвета в обоих пространствах используется одинаковое количество бит на пиксель. Допустим, мы кодируем каждый канал по 8 бит, тогда пиксель будет описываться 24 битами. Если сравнивать Adobe RGB с СРЖБ, то получается, что цветовое разрешение падает, то есть шаг между соседними цветами увеличивается. Причем доступными становятся цвета периферийные, малоизменяемые, а шаг увеличивается в центре, где небольшое смещение по полю координат приводит к существенному изменению цвета. На этих двух пространствах прогресс не остановился, и Adobe выпустила спецификацию еще более емкого цветового пространства – White Gamut RGB. На этот раз покрывается 3 четверти доступного пространства, в то время как Adobe RGB покрывал только половину, а СРЖБ лишь немножко больше трети. Разумеется, в этом цветовом пространстве с 8-битным цветом уже делать совсем нечего. Вместо плюсов от расширенной цветопередачи есть все шансы получить эффект пастеризации, когда плавные переходы будут отображаться лесенкой. По стандарту и СРЖБ, и Adobe RGB, и White Gamut RGB подразумевают гамма-коррекцию 2.2, так как изменение значений компонент цвета нелинейное, меняет интенсивность излучения. Обзор цветовых пространств закончим ProFoto RGB, также известным как ROM RGB. Здесь покрытие уже составляет 90%, правда местами выходит за пределы возможных цветов, и примерно 13% значений этого пространства указывают на несуществующие цвета. Разумеется, здесь также не предполагается работать с 8-битным цветом. Вот любопытная фотография, демонстрирующая разницу цветового охвата. На фото слева показано цветное изображение, изначально представленное в ProFoto, а справа оно же при переводе в казалось бы довольно емкое цветовое пространство Adobe RGB. Часть цветов в оранжево-зеленой зонах исчезли, что было бы в sRGB сложно представить. Это далеко не полный обзор цветовых пространств, их существует значительно больше. Я привел лишь линейку, показывающую рост охвата. Причем первые два, sRGB и Adobe RGB, часто используемые на практике. Напомню, что в отличие от sRGB, который разрабатывался для унификации передачи цвета в реальных технических устройствах того времени, цветовые пространства широкого диапазона уже не привязаны к конкретному оборудованию, хотя и описывают цвет компонентами, которые оперируют, например, мониторы, но в целом их можно назвать аппаратно-независимыми. Сравним еще раз эти пространства и перейдем к субтрактивным моделям. Кстати, вы можете на этой диаграмме увидеть и ЦМИК, про который речь пойдет дальше. Уже из этой кривой становится понятно, как не просто живется печатникам в их тесном цветовом пространстве.